Здравствуйте! Мы пришли на выставку Интерполитех. Название выставки, собственно говоря, средства обеспечения безопасности государства. Мы попробуем на ней посмотреть и понять, что же представляют разные производители, как наши, так и иностранные, для обеспечения нашими силовыми структурами безопасности наших граждан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не секрет, что для обеспечения безопасности гражданина надо не только его физически защитить, но и, возможно, отследить какие-то преступные деяния, уже произошедшие. Например, выстрел из какого-то оружия. Стенд, который показывает нам, как происходит идентификация пули. Представлена автоматизированная баллистическая идентификационная система, которая позволяет идентифицировать пули и гильзы и сопоставить с уже имеющимися в базе пулями и гильзами. Процесс сканирования пули занимает порядка 25 минут. Создается полная развертка с возможностью извлечения 3D-изображения. Система сама определяет углы нареза, количество нарезов. Также сканер позволяет сканировать деформированные пули. Конечно, недеформированная пуля идентифицируется лучше, но деформация практически не влияет на идентификацию. Дело в том, что кодируются особым образом нарезы на пулях и следы бояка на гильзах. В общем-то, достаточно одного-двух нарезов для идентификации. Какова точность? Порядка одной миллионы. То есть на миллион сканированных, например, пули или гильз может быть одна ошибка? Одна ошибка, да. Ну, собственно говоря, Ижевск, как всегда, ничего нового не представил. Все те же самые вариации на тему автомат-калашников. На этой выставке старались представить экспозицию антитеррористической направленности. Заказчик в лице Министерства внутренних дел захотел получить винтовку под винтовочный патрон, так, чтобы бойцы, привыкшие к винтовке СВД, имели более компактное оружие. Такое оружие было разработано, выполненное по схеме буллпап. То есть ударно-спусковой механизм располагается в затыльной части оружия, там, где приклад обычно имеется. Патрон тот же мощный, 7,62х54. Она проще по конструкции, в нее внесены некоторые конструктивные изменения, удешевляющие производство и улучшающие ее технологию. А что можно сказать про ручное стрелковое оружие? Ну, ручное стрелковое оружие представлено у нас несколькими образцами. Наиболее характерное, я бы выделил из них, это пистолет-полимер ПП-2000. Он разработан под патрон «Парабеллум» 9х19, а также специальный бронебойный патрон того же калибра 7Н31. При стрельбе из этого патрона с дистанции 20 метров он пробивает стойной лист толщиной 10 миллиметров. Он компактен, легок, удобен в обращении. К нему могут пристыковываться различные типы навесного оборудования, такие как однократный коллиматорный прицел, фонарь, приклад. Помимо того, что имеется складной приклад, есть постоянный жесткий, который можно навесить. Комплектуется двумя видами магазинов. Один короткий на 20, и есть в комплект ходят три магазина на 40, 4 патрона. Может быть, немножко экзотично, но, тем не менее, один из вариантов размещения магазина – задняя часть, место приклада. Еще один неплохой и очень даже хороший образец – последняя работа Игоря Яковлевича Стечкина – револьверу С-38. Он разработан для специальных служб, в частности, для Федеральной службы безопасности. Имеет оригинальную конструкцию. Если по привычке у нас ствол располагается вверху, то здесь ствол располагается низко. Ствол уменьшает плечо отдачи этого оружия и соответствует более высокой точности стрельбы. Но самое главное то, что он использует специальный бесшумный боеприпас – СП-4. Пистолет ГШ-18. Это боевой пистолет. Он принят на вооружение в российскую армию. Полиамидная стеклонаполненная рамка. Очень небольшой вес. При пустом магазине он весит менее 500 грамм. Магазин снаряжается 18 патронами. Применяет он патроны как штатные «Парабеллум», так и бронебойные пистолетные патроны, которые применяются и в пистолете-пулемете ПП-2000. На дистанции 10 метров этот пистолет-пулемет пробивает стальную пластину толщиной 8 миллиметров. То есть бронежилет третьего класса вас не спасет, собственно говоря. Ну, я вот вижу старые ваши разработки П-96. Мы планировали заменить пистолет Макарова, потому как современные тенденции требуют того, чтобы этот пистолет был эргономичен. Использовал боеприпас, который смог бы поражать противника в бронежилете. Кстати, под этот пистолет, так же как и под пистолет Макарова, разработан бронебойный патрон, который позволяет поражать на дистанции 10-12 метров противника. В бронежилете 2-го класса. То есть он пробивает стальную пластину на дистанции 10 метров. Но толщина ее 5 миллиметров. Патрон Макарова штатный, он и 2 миллиметра императорит. Он просто вмятины оставляет. Да, да, да. Мы слышали, что разрабатываются у вас и травматические пистолеты на базе существующих аналогов боевых пистолетов. Два таких пистолета травматического действия разработаны. На базе П-96М пистолет и на базе ГШ-18, тоже травматический пистолет. Дорабатывается технологическая документация. Я думаю, скоро вы увидите их. Вот мы и прошлись по выставке. Посмотрели, какое оружие представлено нашими производителями. На самом деле выставка, конечно же, не ограничивается только оружием. На выставке много интересного из других областей обеспечения безопасности. Но они выходят за рамки нашей программы, поэтому просто рекомендуем сходить на выставку и посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин